Петруха, чем вы занимаетесь? Я астроном, ищу планеты, пригодные для жизни. Хм, вы думаете, если семью из нашей деревни переселить другую, они будут меньше скандалить и типа ширить? Однажды пошел дед Петруху на рыбалку и поймал золотую рыбку. А золотая рыбка спрашивает, чего тебе надо на старче? А дед Петруха и говорит, для начала другую жену Пушкина читал, знаю, чем может кончиться. Что у тебя такой странный фен? Ну, вообще-то это дрель. Петруха, у меня для тебя хорошая новость. И что же это за такая новость? Не зря ты столько лет платил за страховку автомобиля. А ты чего такой грустный? Как будто все нецензионное соглашение читал полностью. Устроилась моя жена, наконец-то, на работу. Детером пошел пиво покупать. А у нас за прилавком стоит. Так и не смог. Дед Петруха, увидев табличку, курить строго воспрещается. Закурил мягко, по-доброму. Дед Петруха, ты когда мне долг отдашь? Давай 30 февраля подъеду и все отдам. А, хорошо, а то я подумала, что ты меня опять кинуть хочешь. А скажи, милый, сначала ты меня называл Солнишком, а после женитьбы начал называть Саенькой. Почему? Ну так, то женитьбы ты меня освещала в путь в будущее, а сейчас постоянно требуешь капусту. Вы не желаете вступить к нам в секту, заниматься ерендой, потерять связь с миром, отдавать 50 долларов изомесячно, поссориться с семьей и потом жалеть обедом? Нет. Так, рекламу надо доработать. Больше всего жену раздражало то, что после того, как она, погасив у матери несколько дней, приезжала и видела, что муж, несмотря на то, что много работал, выглядел освежевшим и отдохнувшим. Таких дураков, как ты, еще свет не выдавал. Если был бы институт дураков, тебя бы взяли без экзаменов. Почему? Да потому что ты их непременно завалил бы. Если вы простудились, поставьте банки. Банку фельдшеру, чтобы выписал рецепт. И полбанки соседу, чтобы сбегал за лькосвоми. Я с тобой не разговариваю. Почему? Пока я все не решила. Подписываемся, кликаем на колокольчик.